В предыдущих сериях, Джон победил одного лоха, Джон победил другого лоха, Джон победил третьего лоха, Джон победил четвертого лоха, и Джон сохранил игру в этой локации, руины Теноби. Продолжаем проходить покемон FireRed, век живи, век учись, так сказать, я наконец-то догадался посмотреть в бульпопедии все содержимое этих добанных Севи Айлендс, и как оказалось, я в принципе просто зря трачу время, здесь части местности либо требуют специальные предметы, чтобы получить такой легендарь покемонов, там и так далее, либо там находятся какие-нибудь ненужные и прочие вещи для сополнения покедекса, например, тот пазл, который я недавно разгадал здесь, в каньоне, он оказывается заставляет в этих странных интересных пищах, спаунится покемонов под названием Аноуны, которых здесь можно собирать, разумеется, в огромном количестве, потому что они повторяют весь латинский алфавит, и разумеется, в этом особого для меня нет смысла, потому что я не собираю покемонов, так что просто подемонстрирую то, что они существуют, и всё. Да, красотища, здравствуй, прощай, я тебя не знаю, я тебя в первый раз вижу, хотя почему бы его не завалить, может быть, сейчас левелап схвачу как раз заодно, ловить-то их, конечно, тоже не за чем просто, потому что этих покемонов нет абсолютно никакого толку для меня, так что ладно уж, левелап, ну, 4 уровня я всё-таки не добрал до конца игры, ну, да ничего страшного, пока я потом дойду до Блю ещё разок, уже запринял на летсплей, замочу его и так далее, так что, короче говоря, успею подкачаться, но это же всё будет совсем другая история. Сейчас пора уже наконец-то заканчивать летсплей, я так думаю, поскольку ничего особенно интересного здесь больше не осталось, пора просто двигаться к финишу и завершать нашу историю с командой Рокет, ну, с тем, что от неё осталось, точнее, потому что Джо Ваня ведь распустил её по всему канту, все, кто остались, это просто идиоты, которые не знают о том, что Рокет был распущен, потому что они находятся здесь, разумеется, чего они могут знать-то. Так, стоп, что я туплю, мне нужно сожрать Макс Репелл, пожелательно. Ну, вообще, конечно, да, я, как уже говорил, слишком уж мало всем этим делом интересуюсь, поэтому моя основная цель это всё равно просто допройти до определённой точки, так сказать. Острова я, конечно, не все исследовал, не все локации показал, там есть всё-таки ещё два острова, про которых я говорил раньше, так, два острова, ммм, чё хотел подумать-то, два острова, два острова, которые, на которых находятся легендарные покемоны, ивентовые, так сказать, потому что там нужно определённые предметы иметь, там нужно, чтобы их вызвать и так далее, в общем, сплошной геморрой, который мне, разумеется, не интересен, поэтому ладно уж, этих, так сказать, боссов я пропущу всё-таки. Моя цель это всё равно остаётся только одна, завершить эту подсюжетку, так сказать, если можно так называть. И сейчас пока что нужно идти обратно в те руины, которые я тогда не смог открыть, потому что там, оказывается, нужно было догадаться, что нужно, как нужно прочитать это долбанное название на двери. Так, ну разумеется, я не могу же знать всё и запоминать, так что уже извините, что я так тупил в предыдущих сериях. Но ничего страшного, мне ещё ожидается не одна игра серии покемонов, которую нужно пройти, так что ещё успеем. Я разве ещё не дрался с этим уродом жирным? Блин, да как бы меня все задрали, твари, блин, ё-моё. И это даже нельзя про кого-то говорить, про тренеров или про разработчиков, которые мне навязывают эти сраные битвы, навязывали их с самого начала. Это меня раздражает и будет раздражать до самого конца, к сожалению. Это постоянно тупое навязывание. Дело не в том, что, типа, мне не нужны враги, это же в конце концов игра, в каждой игре есть враги, с кем нужно драться и так далее, а в том, что здесь просто мирный мир, так сказать. Кстати, здесь нет войны, здесь не идёт какая-то серьёзная борьба, здесь просто... Что за фигня, почему я вообще ещё всех не перемочил, даже сам не знаю, может быть, я сюда первый раз прихожу, типа того. Так, ладно, ты сдохни тоже, ты сдохни, ты сдохни, вместе уже так задолпали. Да, просто мы здесь все мирные люди, которые ходят все по своим делам, так сказать, как никто никому не мешает, и внезапно оказывается, что все против меня воюют, и абсолютно с этими тупейшими в мире поводами, именно это вот нарушение логики меня раздражает. Ну ладно. Так, посмотри, что написано на двери, ну-ка. Вот эти три иероглифа нужно было, оказывается, разобрать, как, как ни странно, подсказку. Оказывается, здесь нужно использовать волшебный мув-кат, и сразу за всю иероглифу мы используем кат со пределами дерева, и дверь открылась. Гениально, не так ли, что нужно было догадаться, уже здесь написано кат. Ну хрен знает, как-то нужно было до этого дотумкать, ну да ладно. Итак, дотед холл. Дыра, действительно дыра, не поспоришь. Если не ошибаюсь, здесь фокус-ноу, то, что здесь нужно догадаться, в каком порядке нужно идти нам. Эм, ну ладно, попытаемся его угадать, типа того. Да, я уже читал, в общем-то, как нужно тут ходить, то, к сожалению, память моя коротка, разумеется, поэтому, в принципе, я могу и упускать этот момент. Падать здесь можно на самом-то деле бесконечно, при желании, постоянно. Ну-ка, кажется, первое было вверх, куда нужно было пойти, второе это влево, третий раз вниз не срабатывал, значит, наверное, это вправо. И последнее это вниз. Вроде как так, в такой вот порядок. Да, я угадал. Вот и наш сапфирчик драгоценный. Ура, сапфир ты мой! Джон нашел сапфир. Отлично. Ух ты, нихрена себе упал с неба! Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, я точно угадал. Я был прав, встав у тебя на хвосте. Я знал, что это сапфир здесь, и он принадлежит мне. Я продам его команде Рокет за серьёзные деньги. Не смотри на меня вот так вот. Если хочешь вернуть его, почему бы тебе не взять его после того, как я его продам? Я даже скажу тебе один из паролей к складу Команда Рокет. Пароли, которые я знаю, это... Да! Ах, Чен Си! Господи, что это за пароль вообще? Я закончил. Не думай об мне плохо. Да нет, всё равно буду думать о тебе плохо, потому что ты кусок говна, который я просто решил взять и в наглую стырить у меня вещь, за которую я с таким трудом набирался. Скотина ты поганая. Эх, теперь лучше навариться на этом, а я нихрена с этого не получу. Потому что всё равно эту вещь мне придётся отдать Селио. Да. Такая вот справедливость в этом мире. Просто пришёл за мной и всё, и все денежки, все лавры ему, так сказать. Так, ну ладно. Наша цель это остров 4 или 5, где там был этот склад долбан этих уродцев. Ну и ладно. Финальная, так сказать, атака. Финальная пробежка до самого конца, вроде бы. Ну ладно, посмотрим. А, чёрт, куда я... Что я нажал вообще, как обычно? С корявыми руками нажимаю, и на те кнопочки начинается. Ё-моё, куда я вообще там отправился? Так. Куда я сейчас отправился? Кошмар, я просто слишком тороплюсь в последнее время, поэтому у меня так и получается, что я оказывается делаю что-то не так. Так, с другим остров 5, кажется, нам нужно туда было. И зачем везде разные лодки ходят, если можно было на одной... Выделить мне одну личную сверхскоростную лодочку. Так, может быть, слишком нагло звучит с этой стороны. Так, остров 5. Остров 5. Эм. Five-Fly-Soul-Middle, Memorial Pillar. Нет, кажется, там всё-таки не сюда, получается. И чёрт его знает. Ну ладно, посмотрим. Я уже просто плохо помню. Уж успел пробежаться всего-то в течение пары минут, уже забыл, куда мне нужно было идти. Ну да-да-да-да-да, всё верно. Здесь находятся долбаные рокеты. Вообще, зачем нужно было прятать свой склад в таком очевидном месте? Маленький остров, на который вообще-то идти больше-то и некуда, только на ваш склад. Ну, конечно, ихнее дело. Так, последних рокетов пора добить, наконец-то. Добить финальным ударом эту долбанную группировку. Джон ввёл два пароля. Галдину нужен Локи. Да, черти. Ах, кошмар какой-то. Склад, дверь склада открылась. Отлично. Интересно, уже успел продать свою драгоценную... Свою драгоценную хренотень? Он начинается, разумеется. Опять, если уж связывайся с командой Роки, то связывайся с этими долбанными двигающимися панелями. Так, нужно заранее угадывать, когда панели будут двигаться. И дело мне нужно сюда. На вещи это плевать, там я уже читал, что там список довольно скромный, всякого дерьма. Так что ладно. Моя цель это просто дойти до конца. Апгрейд. Для одного из покемонов, кажется, для Поригона, если я не ошибаюсь. О, как, твои покемоны выглядят сильными? Ты хочешь продать их? А? Ты хочешь сразиться? Я ничего не хочу, вообще в стенку стою, втыкаю. Не обращаю на тебя внимания. КОНЕЦ 씻одaaa! она не слишком сильно и мы можем дать тебе хорошую цену подарю своих покемонов ага сейчас сейчас приделки нефиг подавать покемонов так я же не такой тупой барыка тупой барыка как вы блин странно заговариваюсь ой так ничего страшного ну по крайней мере хоть за вещью зашел классно у нас тут конечно склад полон почему-то одних только этих движущихся дорожек ну типа это эти как называются дорожки для перевоза багажа короче говоря хотя ходит багаж и тупо курсирует повсюду эти дорожки сраные ой тибелизм куда ну ладно и видимо драться и придется без выбора ай блин куда я пошел черт это плохая идея и самое обидное разумеется то что то что тебя просто нет выбора если случайно наступила дорожку все начинает заново 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 ой блин даже сейф не загрузить блин я же мечтаю просто вернуться к тем играм где были сейвы так сейв это просто мое спасение самом деле ну ладно пока что потерпим придется обойтись без этого я уже привык конечно к халяве ты пришел сюда зная что это склад команд рокет конечно складку что-нибудь написано написано что склад и все вокруг говорят что это склад было странно не предположить что это склад хотя только такого склада но подумаешь парочка человек здесь сидит да и все их куча кроме которых возможно порыться к сожалению что слишком честно чтобы воровать вещи у воров и грабителей ох да уж такая логика этого странного мира все могут быть злыми а я обязан быть добрым пруж так запрограммирована что ты думаешь ты делаешь что я делаю изымаю вас честным способом в денежки командрокет сломана и сколько планета вообще то есть эти пары я типа рассказываю то что командрокет проблемы оказались со мной так сказать ну ладно и в дело конечно так ну как у нас не пойти нет на вещи мне наплевать так что идем сразу же до финиша и так знаю что все эти там шмотка то разбросано повсюду не имеет особой ценности для меня по крайней мере особенно в конце этой игры уже когда мне просто нечего есть больше занят нечего есть больше заняться сейчас я пройду игру и все скорее всего я просто заброшу может быть загляну еще разок к блю набить его же на глухарю и все по сути конец так сказать так все что я пошел через склад лоу тфу ты так сейчас догнал что я вышел через тот же что я вышел через вход ой блин но есть лопух конечно ладно извиняюсь извиняюсь больше такого не повторится так ладно по крайней мере народу здесь немного это радует было бы странно если бы на этом складе было бы человек 50 и каждый хотел бы со мной подраться так сладенько сейчас еще надо вспомнить куда здесь нужно идти так понятно либо я иду туда либо я иду сюда либо я иду вот через так и через это к вот как-то так и через так я правильно сделал по моему ни хрена я правильно не сделал да ладно ну-ка вернулся даже откуда пришел в итоге так еще раз значит получается тогда бывает вот так или если вот и сделала вот так и через так это будет все равно неправильно к сожалению в третий раз попытаемся мне торопиться некуда только 21 серия 22 серия уж точно завершилась play так что это будет по крайней мере не не длиннее чем ой не длиннее чем летсплей платинума в котором было больше контента чем в этой игре но и как-то умудрился пройти все таки быстро ну ладно так и и в чем прикол то вообще куда я тут иду куда мне здесь нужно идти черт его знает так подумаем еще раз опять неправильно болин может я просто запутываюсь по тех стрелочках это правда раздражает ну могли придумать поинтереснее препятствия что ли чем стрелочки так думаем 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 мне нужно ведь бы к этому покеболу может быть он содержит нужную нужную мне вещь так сказать а черт его знает что там содержит все это дело так издевательство ага понятно нужно попасть просто сюда вот в эту дорожку помежду чтобы попасть в эту дорожку нужно попасть вот на этот вот квадрат желтый чтобы вас этот квадрат желтый мне нужно куда мне там нужно идти чтобы пасть квадрат желтый посмотрим ага ага блин я почти угадал кажется или нет еще туплю немножко извиняюсь конечно это сейчас последние 10 минут будем тратить только в этом месте видимо или против того так черт еще раз ой просто уже нечего сказать конечно на подводить итоги по игры по игре но я думаю все таки это делать уже самом конце когда я буду точно знать что я приближаюсь к финишу моего летсплея все равно конечно я много опять таки сказать не могу потому что у меня очень ограниченный словарный запас в этой жизни так сюда и про сюда ага ну сюда надо пойти ну-ка угадал на наконец наконец догадался куда нужно пойти слопок хренов так раз раз аккуратно 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 плевать на поки а не я где-то сюда иду видимо куда нужно тем 36 сладж бомб ну нафиг не сдался мне конечно так я главное не ошибиться а тут ошибаться-то некуда я услышал слова тебе от других но здесь нет пути чтобы ребенок как ты мог стать нашего босса джо ванне ты не смей смеяться лошара не смешивайся с делами взрослых ты перепрыгнувший им малолетка кого перепрыгнул акулу что ли но хрен он знает общем психики какие-то сплошные я не знаю или не волнуюсь и что я тут делаю правда или неправда я просто помещаю мою судьбу в руки джо ванне и вот это о чем я говорила вау все таки админы наконец-то появились а почему-то и не отличаются от обычных грантов ведь от физической разницы тоже нет а на которых морозится в музыке к сожалению джо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ЛЕВЛ УП Пять ударов, пять трубов Ах, черт, черт, черт Если бы я мог продать его, если я не смог продать его, он бесполезен, давай, собирай его Ой, спасибо, добрый чувак Что тебе хочешь? Иди, отвалет, ставь меня в покое Хе-хе, ладно, ладно, ставлю тебе несчастный, удручённый, несостоявшийся миллионер Лошара хренов Можно включить его в список лохов, которых я обдурил, обвёл за рога в этой игре Ну, начиная с Блю и, в принципе, им же и заканчивая Ну и ладно, всё, конечно, в принципе Наши приключения здесь, так сказать, закончены Пора отправляться на финишную прямую, так сказать Отправляться в самый конец и завершать наш квест, наконец-то И подводить итоги по игре Которых, конечно же, немного, но попытаюсь сказать то, что у меня Более-менее ещё накопилось в голове Кроме проклятия по поводу бесконечных этих задолбущих тренеров повсюду Ладно, возвращаюсь к нашему товарищу Который всё там сидит и нихрена не делает Я всю работу за него выполнил, про нахождение этих дурацких камешков Интересно, почему я здесь тогда же ещё и Изумруд не нашёл в коллекцию к Рубину и Сапфиру Было бы логично, не знаю Я же буду играть в Изумруд в следующую игру после этой Всё ещё третье поколение, конечно, что поделать Джон отдал Сапфир Селио Так это камень, который формирует пару с Рубином Джон, ты прошёл через всё это, чтобы получить его, не так ли? Тебе не нужно говорить мне Я знаю, что это было нелегко Спасибо тебе огромное Теперь моя очередь поработать для тебя Пожалуйста, дай мне немного времени Ладно, это хорошо Я сделал это, я связался с Ланеттой Джон, Джон, я сделал это Я связался с тренерами в регионе Хоэн Наконец-то, машина интернета полностью операбельна Джон, я так тебя благодарен за всё это Спасибо тебе, моя мечта стала реальностью Я не плачу, это достаточно насчёт на меня Джон, если ты собираешься, вернее, ты собираешься искать эгоцетических покемонов, не так ли? Я желаю тебе больше всего удачи Да, ну спасибо, что ж, это прекрасная работа Связь уставали между Канто и Хоэном Да Определённо было ради чего стараться Я прошёл через всё это, я получил Получил большое спасибо Что ж, это, видимо, всё, что мне было нужно, не знаю Ну вот и всё Пора отсюда сваливать, так сказать Да Спасибо, это был просто охрененный сюжет Разработчики его постарались так, просто Эх, как волшебники, не знаю Не то, чтобы я был так уж сильно недоволен В конце концов-то всё ещё геймбой, опять же Не надо от него ничего особенного требовать Прямо-таки профессионально продвинутый RPG с мощным сюжетом Более-менее всё интересное и пафосно будет, опять же, только начиная с Pokemon Black А до этого всё просто неплохо И не более того Так что можно идти ещё раз к мамашке Разумеется, она ничего интересного не скажет И к профессору Оуку, наверное, перед завершением наших похождений Ну, в принципе, здесь просто нечем больше заняться Сверять Покедекса я не вижу смысла Блюму уже с рога обломали Мы его больше в игре не встретим Поэтому нет смысла тратить время на него, короче говоря Он теперь просто будет как чемпионом Может быть, с ним подраться ещё разок Ну и к профессору Оуку заглянуть, что ли Хорошо видеть тебя Как Топокедекс продвигается И всё то же самое, по сути Ну ладно Ничего важного, короче говоря Покедекс собирать из всех трёх поколений Это, конечно, немного не то, что мне нужно Так что прощай, профессор Оуку Мы тебя уже видели в плате Но мы, скорее всего, больше нигде не увидим Или нет, наоборот, увидим Ну да, вообще-то, неважно Порано, так сказать, идти в нашу финальную цель Финальную цель, которую я так давно ждал Которую так жаждал, наконец-то, посетить Хотя бы один раз за всю серию игр Добраться до этой, так сказать, цели Хе-хе-хе-хе-хе Ну ладно В конечном принципе, мне особо по этой игре сказать нечего Кроме того, что это, конечно, был, во-первых, начало-начал Сама первая игра Хоть и на ремейках, разумеется Но всё-таки Движок и дополнение Это не то, что Почему нужно судить саму игру, опять же И смотря всё дополнение По сути, мы просто изучили регион Канту Огромный достаточно Ну, имеется в виду огромный Для геймбоя Для геймбоя, опять же Достаточно большой, интересный регион Со своими Мелыми мелочами Более-менее интересными В виде всех вот этих вот, например Команды Рокет и прочих пособничков их Хотя, конечно, вражеская команда Это, разумеется, не новость Но всё-таки Каждая команда имеет свою уникальность И свои, так сказать, интересные качества Команды Рокет это просто гопники Просто тупые гопники От которых ничего особо интересного не дождёшься Но, по крайней мере, это самое начало было, опять же И с кем же ещё пришлось бы воевать главному герою Если не с тупыми гопниками Дальше появятся более серьёзные команды Которые будут желать уничтожить мир, там, и так далее Или освободить покемонов Или просто быть самыми крутыми И жить во имя себя И так далее И, в общем-то, вот она наша цель Пещера Цирулиана Вернее, Цирулина Как это ещё называется, в общем, короче говоря В этот мест я не мог попасть Просто потому, что она была заблокирована до этого Я пришла в гору Луна, чтобы поискать покемона Гриб Блин, вот угрозил же меня пойти в эту сторону Минус был идти сразу в пещеру Нет, я, идиот, догадался залить сюда Ну, ладно Не будем тратить время Это, конечно, немного не та ситуация На её мелких покемончиках Там ещё задерживаться Нет, 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 нет Мочи резервы для этого всё это время рос Чтобы сейчас задерживаться на всяких тупых скотин В коротких юбочках Ой, все вы так раздражаете, честно говоря Ну, разумеется, всю серую игру Поэтому так уж судить не могу Прямо только потому, что Здесь слишком много этих вот Неожиданных и навязчивых сражений Всё-таки, опять же, хоть каких-то вокруг нужно иметь в серую игру Поэтому не обращайте внимания на обрежание Ладно Пещера Цирулина впереди Сюжет, конечно, здесь простой Графика До геймбоя, я считаю, вполне неплохая Но, разумеется, большего требования было бы просто неприлично Какие-то странные лестницы здесь Оригинальные Обычные лестницы прямые Эти какие-то косаровые Странно, в общем, всё это Ну, ладно Большое и красивое место Определённо ещё из горой шмоток Всяких-то шпотки Разумеется, это уже Прошлый век Мне пора уже, наконец-то, заниматься более важными вещами Чем собирать всякую хренатень Разумеется, самые дорогие вещи Даже пещера открылась только после После того, как я прошёл Дополнение, опять же Прикол в том, что там перед входом стоял мужик Который говорил, что для прохождения Нужно И быть, во-первых, чемпионом Во-вторых, иметь Какое-то Сверхдостижение И при этом иметь две эти разные вещи Прикол в том, да Как раз именно в этом Потому что я уже чемпион Но это, разумеется, не считается Потому что кроме чемпионства Нужно иметь ещё одно достижение Как будто чемпионство Это само по себе не достижение Вообще нихрена, абсолютно, да О, ну, в общем, странная, конечно, логика А пещера, конечно, тут задротская Ничего не скажешь Такая огромная куча лабиринтов Кошмар, а Ну, хорошо, хоть тренеров нет Уже сильно радует Хотя, конечно, какие тут могут быть тренеры Если сюда допускаются только Чемпион, который прошёл Который прошёл дополнительное испытание В виде дополнения Да уж, жесть какая-то, конечно же Ну и хорошо, в принципе Так Тупик Ничего больше интересного нету, что ли Вот, блин, дебилизм, а Придётся сейчас, скорее всего, потратить Уйму времени на то, чтобы допройти Всю эту несчастную пещерку до конца Ну, если я сейчас за пару минут не успею Кстати, управиться Просто скипну часть этой пещеры Да и всё Ну, в общем, сильно, конечно, извиняюсь За то, что у меня такой скупой язык Но Мне просто особо нечего сказать Игра достаточно интересная В ней есть свои плюсы Но ввиду того, что это самое начало Разумеется, требовать Этим многого нельзя Это недостойное начало серии покемонов Даже несмотря на то, что В начале оно, разумеется, было На оригинальном геймбое Обычно, со своими минусами Это всё равно достаточно интересная серия Игр и её И достаточно интересное начало Меня всё равно порадовало В целом, конечно же Так, даже несмотря на всякие там Мелкие претензии Которые могли бы у меня возникнуть И так далее Всё равно Это всего лишь мелочи Игра достаточно хороша Интересна по-своему Поэтому я в любом случае рад Что поиграл в неё И залетсплеил её сейчас Да, такие дела в целом Хотелось бы сказать больше Но, разумеется, ввиду того, что Мой словарный запас ограничен И мозг тоже не может переварить всё сразу Я просто ограничусь тем Что завершу свою финальную цель Финальную цель своего летсплея Финальная цель, для которой я Всё это время шёл Финальная цель, для которой я Решил проходить фрейплей И остановиться именно на ней, так сказать Именно она Именно та самая финальная цель Которая всё это время меня ждала Покемон Мьюту Мил Субтитры создавал DimaTorzok Я тренер Джон И теперь Я самый сильный покемонский тренер во всём мире Сила этого Мьюту даёт мне непобедимость Я свершенный тренер Вот кто я такой Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok